Дайкин. Грудь крутская. Причем, ну даже так видно по количеству хвостов подходящих энергии, инвертор. У этого инвертора полная задница. Он... Вчера у нас была дикая Африка, 30 с лишним градусов жары, и он просто вставал. Внутренне было, переставал холодить, просто гонял по кругу горячий воздух. Эта штука не работала. Причина, а банальная причина. Видно? Это я сверху уже шубку чуть-чуть подчистил. Вот тополиный пух забивает конденсор, соки конденсора, и все. Вот здесь особенно хорошо видно, да? Вот просто сплошной ковер, сплошной. Вот он какой. И все. И аппарат не может нормально прокачивать воздух, конденсор перегревается. Пытался посмотреть тепловизором, но подвезть сюда очень дико неудобно с этой штукой. Так что я сейчас пока просто его чуть-чуть попылесосю. Ну, тут не сильно наглядно видно, да? Сейчас вот с этой стороны. Вот такая шуба. Ну, надо сейчас будет взять щеточку. Еще и щеточкой дополнительно все это дело позгребать. По-хорошему, эту всю штуку надо, конечно, а вы дыхай, то есть вешать сзади пленочку, и вы дыхай все это дело изнутри промывать. Но я его сейчас остановить даже не могу, потому что он обслуживает, опять-таки, технику. И там техники очень критичны, любая остановка, перегрев. Вот, поэтому пока избавляемся так. Но вот изнутри, даже если бы уже было смотреть через работающий вентилятор, соты не насквозь, не просвечивали, в принципе. Сейчас я вот отсюда уже увижу вот внутренности. Стало хорошо видно трубки конденсора, а не только вот эти рассеивающие ламили. В общем, это одна из основных причин, почему в жару аппараты перестают они работать, потому что у них тупо перегревается конденсор. После компрессора хвозагент и так уже нагрет очень сильно в сжатом виде. А здесь еще он остыть не может, конденсироваться. Вот я прямо сейчас вот дышу на нем, ну, стою на лестнице, да, но в кузень мне вентилятор воздух гонит. И я, когда начинал его чистить, знал он мне в кузень горячий воздух, а сейчас едва тепленький. То есть он уже может прокачивать нормальное количество воздуха через конденсор, тем самым понижать температуру сжатого кладагента. Что, собственно, от конденсора и требуется. Зацепил басяцкий манометр. Ну, я не настоящий кондиционерщик, я так балуюсь. Что у нас здесь с давкой? Ну, в принципе, норм. Понятно, что чтобы определить точно, все хорошо или нет, надо дофигища разных параметров сразу собрать. То есть там температура и перегрева. Давку высокую, которую хрен где возьмешь, да? Ну, короче, вот так просто определить, достаточно здесь френа или нет, не получится. По таблицам, там, температура окружающая и прочее, прочее. Даже если френа будет мало или чуть много, давка все равно может быть типа в рабочих пределах, да? Ну, вот так вот, на выпуклый дилетантский взгляд, в принципе, давка нормальная для 410. Хорошая вещь, потому что не обосцит в большом количестве хладагентам. Начинка обычного ОНОВ кондиционера. Из тех элементов, которые имеют какое-то электрическое подсоединение, это вот компрессор, разумеется, со своим пусковым конденсатором, вентилятор конденсора, продувает воздух, охлаждает, сжатый фреон, и четырехходовой клапан, который переключает направление, в котором гонится сжатый хладагент. Холод стандартный, либо тепло. Все. Ни хрена здесь в этом аппарате электронного больше нет. Ну, всяческие кондиционерные элементы, типа там ресурс-сушитель, где там еще эта херь, там вот стоит. Не видно, в общем. Не буду ожидать. Все. Ничего интересного. Попылесосил, закрыл и забыл. В идеале все это, конечно, АВДхой надо промыть. Но он сейчас уже светится, и говорят, что у внутреннего блока все стало уже прям на глазах сильно лучше. Компрессор. Максимальная температура 75 градусов. Массы. Охлаждается компрессор тоже хладагентом. Если хладагент не остывает, и идет, тем более, еще в жидкой фазе, компрессору будет ай-яй-яй. У него есть встроенный предохранитель, типа температуре он отрубается тоже. Ну, тут все сильно лучше. 43 градуса максимальная температура на конденсоре. А было за 50. А сзади я вообще боюсь представить, сколько там было. Играет саж Nazis. Играет саж